Алматинская область, Аксусский район, средняя школа имени Нурсултана Есибулатова с дошкольным мини-центром. Учитель русского языка и литературы Ескалиева Назым Сирикалиевна. Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Сегодня на уроке, ребята, вы узнаете историю о путешествии пингвина Тешки. А также на уроке вы научитесь рассказывать истории о путешествии с помощью карты-схемы. Использовать слова-помощники. Правильно писать сочетание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и предлоги со словами. Отгадайте загадку. Любят ледяные глыбы. Птицы плавают, как рыбы. Кто так любит снег и льдины? Дети. Это же кто, ребята? Правильно, пингвины, ребята. А знаете ли вы, ребята, кто такие пингвины? Где они обитают и как они живут? Давайте об этом узнаем с вами вместе из видеоролика. Будьте внимательны. Не все птицы могут летать. Пингвин, например, не летает. В своей белой манишке и черном фраке он похож на человека. Ходит на лапках, смешно переваливаясь. А крылья у пингвинов превратились в ласты. Они нужны им, чтобы плавать. Пингвины могут долго плавать и нырять в ледяной воде. Императорский пингвин живет в Антарктиде, где всегда царит зима. Перья у пингвинов короткие, но они плотно прикрывают тело, словно шубка. Но главная защита от морозов и холодных ветров – солидные запасы жира под кожей. Пингвины большими стаями всегда живут. И охотятся тоже компанией. Так легче защищаться от врагов. Кто-нибудь обязательно заметит опасность и предупредит остальных. Если все птицы высиживаются во их птенцов, то пингвинам можно сказать, что их просто выстаивают. У мамы, императорской пингвинихи, всего одно яйцо. Папа-пингвин радуется ему, машет крыльями, кланяется. Он осторожно кладет себе яйцо на лапки, а сверху прикрывает пуховой складкой живота. Яйцо нельзя уронить на снег, оно сразу замерзнет. И теперь много дней папа будет стоять, согревая яйцо своим теплом. Потом из яйца вылупится малыш. На лапках у папы ему хорошо, словно в пуховом домике. А мама сейчас плавает в море, ловит рыбу. Вот и приходится папе кормить пингвиненка особым птичьим молоком, которое вырабатывает его орган, а точнее пищевод. А мама принесет в своем желудке рыбу, чтобы кормить малыша, когда молока папы будет ему мало. Когда птенцы подрастают, они собираются в детский сад. У малышей есть пингвины-няньки. Удивительно, но среди похожих друг на друга пингвинят, мама и папа всегда безошибочно находят своего детеныша. Подросшие пингвинята сами учатся ловить рыбу на морских волнах. Вот, ребята, вы узнали интересное сведение о том, как появляются на свет пингвинята. А сейчас послушайте, пожалуйста, историю о путешествии пингвина Тишки. Далеко-далеко на берегу холодного моря жил-был молодой пингвин по имени Тишка. Его друзья, молодые пингвины, весело проводили время. Они ныряли, плавали, катались на льду, играли в снежки. Одному Тишке было грустно, так как он мечтал о тёплом море, о тёплой стране. Однажды к берегу подплыла лодка. Тишка запрыгнул в неё и поплыл в тёплую страну. Наконец он добрался до тёплой страны. Его приветливо встретили зелёные пальмы, ласковое тёплое море, обезьянки, весёлые дельфины. Целыми днями лежал Тишка на тёплом песке, ел бананы, пил ананасовый сок. Но скоро ему всё это надоело. Он скучал по снегу, холодной воде, сугробам и вечерами рассказывал новым друзьям о своей холодной стране. И вдруг Тишка понял, что нет лучшего места, чем его дом. Помогли друзья сделать ему лодку, и поплыл Тишка домой к холодному морю. Новые друзья подарили Тишке много фотографий о тёплом море. Тут и истории конец. Ребята, вы прослушали историю пингвина Тишки. Понравилась ли вам эта история? Всё ли вам было понятно? А теперь, если всё понятно, давайте попробуем ответить на вопросы по этому тексту. Вопрос. Где жил Тишка? На берегу холодного моря, на берегу тёплого моря, в тёплой стране, в чудесном лесу. Подумайте. Конечно. Тишка жил на берегу холодного моря. Следующий вопрос. Как проводили время молодые пингвины? Построй правильное предложение, запиши в тетрадь, найди глагол. Давай проверим. Как проводили время молодые пингвины? Как будет у нас правильно предложение построено? Его друзья, молодые пингвины, весело проводили время. Глагол, слово, проводили. Я надеюсь, у тебя тоже получилось правильно построить предложение. Следующий вопрос, ребята. О чём мечтал Тишка? О мороженом, о лете, о тёплом море, о голубом небе. Конечно же, ребята, Тишка мечтал о тёплом море. Следующий вопрос. Что понял Тишка? Что дом роднее всего? Что друзья у него самые лучшие? Что тёплое море самое лучшее на свете? Конечно, ребята, Тишка понял, что дом роднее всего. Я надеюсь, у вас всё получилось. И вы ответили правильно на вопросы по тексту. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на картинку. Перед вами карта-схема. Попробуйте по этой схеме пересказать содержание истории о путешествии пингвина Тишки. Будьте внимательны. Будьте внимательны и попробуйте пересказать его самостоятельно. Послушайте текст. Скоро каникулы. На каникулах я поеду в гости к дедушке. Он лесник. Его домик стоит в чудесном лесу. Там на соснах стучат дятлы. В траве трещат кузнечики. Мыши и ижи прячутся под пеньками. Я люблю собирать еловые шишки. Посмотрите внимательно на этот текст. В этом тексте подчёркнуты маленькие слова. Слова-помощники. Они называются предлоги. Предлоги служат для связи слов в предложении. Предлоги со словами пишутся всегда раздельно. Запомните, ребята. А также в этом тексте в словах выделены сочетания жи-ши ча-ща чу-щу. Не забывайте правила написания данных сочетаний. В сочетании жи-ши пишем букву и. в сочетании ча-ща пишем букву а. В сочетании чу-щу пишем букву у. Надеюсь, ты запомнил это правило. Ребята, вот и подошёл к концу наш урок. Надеюсь, что урок для вас был интересен. А теперь вспомните, пожалуйста, чему вы научились на этом уроке. И правильно составьте предложение и начинайте его с таких слов. Я узнал что-то новое. Я научился. Я расстроился. Я получил удовольствие. Я ничего не понял. Я удивился. Спасибо.